Вы знаете, у меня когда муж Колька приходит с работы, он приходит домой, он, знаете, он входит домой, в чучку чмокнет и на кухню. У него, знаете, рефлекс, как у собаки Павлова. В чучку чмок и к миске. Выходит на кухню, говорит, подожди, а пожрать где? А чё ему ещё? Пришёл, чмокнул и пожрать давай. Я говорю, Коля, подожди, какой пожрать? Коля, ты что? Он говорит, Катя, я же с работы, мне бы... Я говорю, Колька, а вспомни, когда мы были молодыми. Колька, ты только вспомни, мы были молодыми, жрать было нечего, жили в общаге. Помнишь, как пойдём по общаге, у кого хлебушка, у кого колбаски, у кого консервов, ты кильку в томате любил. Я говорю, Калюнь, а давай сегодня так, давай по соседям пойдём, пожрём, хороших. А потом будем подъездить, песни петь, целоваться. Он говорит, Катя, ты чего? Я чё, к нашему соседу замминистров за банкой кики пойду, что ли? Я говорю, Коль, боже мой, да что ж с нами такое происходит, Калюня? А мне так сегодня захотелось молодость вспомнить. Колька, помнишь, молодость? Он говорит, Катя, пожрать дай, потом вспомним. Посидим, фотографии посмотрим, где на горшочке. Молодость вспомним, детство, я говорю, Калюня, Коль. А помнишь, были молодыми, помнишь? Помнишь, Коль, Коль, помнишь? Я надену своё белое платье, помнишь, как мы в лес ездили, в берёзы. Я белое платье надену, босиком, волосы распущу, помнишь? Помнишь, как ты меня догнал, повалил меня в траву, целовал меня, целовал. Я говорю, а давай сегодня так, как Коль. Говорит, Катя, тебя чё, ностальгия замучила, что ли? Чё, в берёзку хочешь побегать, что ли? Ну, давай, вон у забора три берёзки растёт. Надень белое платье, разуйся и бегай, а я на балкончике посижу. Пивка попью, тобой полюбуюсь. Я говорю, здрасте, а кто же меня догонит? Он говорит, ну как, ну, соседи скорую вызовут. Санитары догонят. Я говорю, да ладно тебе, Коль. Коль, Горя, Коля, а давай выпьем? Он говорит, ох. Эта мыльсин мне нравится. Давай, доставай коньячок, дорогой и хороший. Давай порюмашечки перед едой. Порюмашечки выпьем для настроения. Коль, какой коньяк? О чём ты говоришь? А помнишь, фитяска дешёвенькая, помнишь? Яглоточек для крабрости, ты всё остальное. А потом в подъезде, помнишь, как мы пели? Ты мне мою любимую, помнишь? Для меня нет тебя прекрасней. Коль говорит, давай сегодня так. Ты мне споёшь? Соседи выбегут, ругаться в город. Он говорит, Катя, соседи сегодня не выбегут, а собак выпустят. И ты чё всё время целоваться, целоваться, целоваться? Катя, ты чё забыла? У меня же челюсть вставная. Ну, вспомни, как на серебряной свадьбе ты в меня впилась. Помнишь, как у меня челюсть на тарелку выпала? Помнишь, наши гости от удивления рты открыли, у них тоже челюсти попадали? Катя, вместо серебряной свадьбы получился банкет стоматологов. Весь вечер говорили о зубах и пили за блендомет. Катя, знаешь что, а давай я тебя в армию провожу. Стрих тебя не надо. А я, знаешь, я у окошка тебя буду ждать два года. Все глаза прогляжу, а ты придёшь. В гимнастюрке с чемоданчиком без значка. Ах, я тебя не узнаю, а потом узнаю. А потом как брошусь тебе на шею, помнишь, а? Он говорит, как же не помнить, я в лужу упал, конечно, помню. Я говорю, да ну тебя, Коль! Да ну тебя! Ну ты хотя бы мне цветы подарил бы, как раньше. Помнишь, на седьмой этаж залезал, цветы мне на подушку. Ты помнишь? Он говорит, Катя, какой седьмой? Ты на первом этаже в бараке жила. Это мне сейчас на седьмой тело муха, что ли, по стенкам лазить. А потом, если я залезу на седьмой с цветами, то не я тебе на подушку, а ты мне на могилку. Я говорю, ну ты мне свидание назначь, как раньше. Коль, я опоздаю на час, как положено. Давай. Говорит, Катя, да ты посмотри мой график, я же вкалываю с утра до ночи. Потом, видимо, как-то на меня посмотрел, так, ну я не знаю. Говорит, ладно, полистал ежедневник. Вот, говорит, смотри, у меня полчаса есть пятницу. Давай, приезжай в министерство в 2.15. Я тебе пропуск выпишу. Погуляем в коридорчике. Посидим под пальмочками. Я тебя покатаю на лифте. Так обидно стало. Я вывалила все, что в холодильнике. Думаю, жирень. Сама ушла в другую комнату, как выпила. Я включила музыку, а как дала твиз. Два раза. Как меня прострелил. Хорошо, Колька дома был. Дотащил меня до кровати, растер. А сам слышу дверь, бац. Хлопнула, ушел. Думаю, дура старая. Довела мужика. Тут еще шпана какая-то под окнами орет. Для меня нет тебя прекрасней. И потому что я говорю, что орёсе, ночь на дворе. Что орёсе, спать пора. Слышу, один орет, особенно лысый, в белой рубашке. Наляриваю таким дурным голосом. Присмотрелась эта Колька. Дурной голос на свой. Ой, вы знаете, я так растролкалась. Будешь раз плакал. Думаю, значит понял. Ну нет. Дошло с нами. Ну ладно, если понял. Завтра я все-таки уговорю его в армию пойти.